Социальную экономику округа и приоритет ее развития Югорчане обсудят во время прямой трансляции. Сегодня в полдень губернатор Югры Наталья Комарова проведет очередную прямую линию с жителями региона. На встрече участники эфира смогут оценить эффективность действующих в регионе программ поддержки социального предпринимательства СОНКО, а также проектов по развитию креативных индустрий и повышению благосостояния граждан. Задать вопросы и поделиться своим мнением на предложенную тему можно в комментариях на личных страницах Натальи Комаровой в соцсетях, а также можно написать в личные сообщения. Встреча будет транслироваться на персональных страницах губернатора и в официальном сообществе региона ВКонтакте. Больше тысячи югорчан получили заботу. Речь идет о социальной карте, которая появилась в округе по инициативе партии «Единая Россия». Карта полагается семьям участников СВО. Забота позволяет югорчанам получить скидку от 3% на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, товаров для дома, канцелярии и досуг. Проект объединил уже более 600 предпринимателей и тысячи югорчан. Накануне в Ханты-Мансийске обладателями карт стали 9 человек. Это боец СВО, жены и матери югорчан, выполняющих задачи спецоперации. Мероприятие прошло в штабе общественной поддержки окружной столицы. Напомню, список всех партнеров заботы опубликован на сайте «Югра. Забота. РФ». Там есть вся актуальная информация, какие предприниматели в каком количестве предоставляют скидку, на какие виды товаров или услуг. То есть это все в реальном режиме пополняется, работает у нас горячая линия. Можно обратиться, также задать вопрос любой интересующий, где получить карту. Мы выдаем карты в сотрудничестве с Агентством социального благополучия населения. Предприниматели молодцы. Объединились, сплотились, придумали очень хорошую акцию. Сейчас любая скидка дает сбережение в кошелек. С нынешними ценами, которые на сегодняшний день есть, я думаю, что это хорошее подспорье для любой из семей. И каждая ценит это по достоинству. Спасибо огромное за то, что это придумали, за то, что это запустили. Будем тестить, будем смотреть. До свидания. Можно пройти проверку персональных данных и назвать цифры кода из СМС или логин и пароль, чтобы войти в учетную запись в приложении банка. После этого деньги похищают. Звонки якобы от работников банков или Банка России остаются одной из популярнейших схем обмана. Мошенники упоминают регулятора, чтобы убедить и вызвать доверие потенциальной жертвы. Будьте бдительны. Настоящие работники банка никогда не выясняют данные банковской карты, пин-коды, пароли, СМС и не требуют перевести деньги на некие безопасные счета. А Центральный банк не работает с физическими лицами, как с клиентами, не ведет их счета и его работники никогда не звонят гражданам. Поэтому, если по телефону вам предлагают поговорить якобы с работником Банка России, это однозначно мошенники. Банк России предпринимает меры по борьбе с телефонными мошенниками. По итогам первого полугодия Банк России инициировал блокировку более 373 тысяч телефонных номеров, которые злоумышленники использовали для обмана людей. В Покачевских школах в этом учебном году работают три профильных класса. В них обучают будущих педагогов, врачей и нефтяников. Для этого заключены соглашения с профильными вузами ЮГРЫ, а также с учреждениями и предприятиями города. Например, на базе второй школы работает медицинский класс. В первом наборе 12 человек. Базовые предметы они изучают вместе с другими десятиклассниками, а вот профильные, такие как биология и химия, по специальной программе. Занятия по ней проводят врачи Покачевской городской больницы. Также заключено соглашение с преподавателями из Сургута. Они будут вести онлайн-уроки. Все это позволит подготовить покачевских школьников к поступлению в медицинские вузы.